здравствуйте дорогие друзья мы снова рады вас приветствовать на канале go pro sport уроки аргентинского танго от александра десятого клуб танго джем москву и так сегодня мы с вами продолжим говорить на тему круговых элементов в аргентинском танго а точнее сегодня разберем фигуру hero hero у нас переводится буквально как поворот но в танго мы как правило используем движение все-таки вокруг партнера или вокруг общей оси то есть движение будет идти у нас по кругу сейчас мы покажем вам как это будет выглядеть в целом поворот практически на 360 градусов и 1 2 3 4 4 шага то же самое в обратную сторону и 1 2 3 4 мы вернулись в исходное положение то есть как вы видите поворот у нас практически получается целый круг 360 градусов но в принципе это не так важно потому что в разных ситуациях нам нужно развернуться или больше или меньше но это нам дает возможность вариативности и выбирать те направления которые нам удобны и так из чего состоит эта фигура она состоит уже из двух элементов которые мы проходили на предыдущих урок если вы посмотрите фигуру media hero и очо назад то вы как раз увидите эти самые элементы которые составляют всю эту фигуру хиро и так она состоит у нас из четырех шагов но изначально нам нужно вспомнить фигуру очи назад и тему скрутки в корпусе шаг в сторону дальше партнер у нас меняет ногу девушка вращается на правой ножке бедра поворачивается и стопы видите да то есть корпус у нас параллельно друг другу но бедра при этом у партнерши уже повернуты направлено движение вокруг партнера далее мы делаем те самые шаги которые мучили media hero назад в сторону вперед поворот на ножки на левый сито партнерша оказывается опять напротив нас партнер находится внутри вращения поэтому все шаги мы совершаем на месте то же самое в другую сторону мы делаем шаг в сторону дальше партнер заходит немножечко за партнершу разворачивая ее вверх показывает чтобы поворот дальше поворачиваются наши бедра стопы делаем 5 шаги назад в сторону вперед и в сторону да сейчас мы разберем более детально момент ведения потому что здесь очень важно чтобы партнер успел направить девушку поэтому после шага в сторону после того как вы сделали вместе шаг в сторону партнер должен при переносе веса начать немножко двигаться вокруг да посмотрите я двигаюсь не в сторону не на месте и не поворачиваю партнерш руками это очень важно я двигаюсь вокруг таким образом провоцирую поворот в бедрах у партнерши далее внимание до шаги партнера через крестик 1 с левой ноги шаг 2 небольшое подкручивание 3 подкручивание 4 шаг в сторону партнерши партнер может остаться на месте то же самое в другую сторону мы заходим немножечко за партнерши вокруг нее разворачивается бедра мы делаем шаг внутрь пары смена веса внутрь пары смена веса шаг в сторону это такая базовая вариация шагов на хиро где вы можете просто научиться синхронизироваться с партнершей и делать это максимально просто и удобно используя просто основной ритм и так сейчас мы немножечко по счету до поработаем шаг в сторону 7 8 и 1 2 3 4 и в обратную сторону и 1 2 3 4 на стараемся все время менять свои стопы для партнера это очень важно максимально синхронизируясь с движением партнерши потому что вам будут до с шагами потому что вам будет очень удобно тогда проводить ее на следующее движение вот то есть фигура у нас представляет собой круг и заключение да мы можем показать вам что можно сделать несколько таких кругов в одну сторону несколько в другую посмотрите как это делается фигура состоит из четырех шагов поэтому все время отсчитываем 4 шага 1 2 3 4 еще раз 5 6 7 8 и еще раз 1 2 3 4 то же самое обратно и 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 и закончили 4 то есть таким образом можно с вами станцевать не один круг а 2 3 4 кому сколько пока голова не закружится да как правило в импровизации мы используем комбинацию из поворотов влево и вправо чтобы нам было комфортно двигаться именно по площадке но об этом расскажем чуть позже всем спасибо александр десятых и мария макаренко специально специально для канала go pro sport пока а а а а а а а а а она Субтитры создавал DimaTorzok